Люди, которые не унывают ни при каких обстоятельствах, никогда не опускают руки и знают, какие меры предпринять, чтобы оставаться на плаву даже в условиях самых непредсказуемых кризисов, предприниматели отметили профессиональный праздник. Лучшие в этой сфере были отмечены высокими наградами. Мадина Каракетова с торжественного награждения. Несмотря на занятость, а у предпринимателя детка, когда выдается свободная минута, они все же нашли возможность собраться вместе в свой профессиональный праздник. Здесь предприниматели со стажем и те, кто только нарабатывает ту самую жилку, отличающую их от остальных людей. Галима Цекова из начинающих считает, что стать предпринимателем никогда не поздно. Свою предпринимательскую деятельность решила связать с продуктами питания и считает, что это та ниша, которая всегда будет востребована. Прямо глобальных проблем нет. Мы работаем в обычном рабочем режиме, стараемся выполнять свою работу, чтобы люди ни в чем не нуждались. Мы хотим работать, хотим, чтобы у людей все было. Если народу будет хорошо, и нам тоже будет хорошо. На праздник пришла с удовольствием и считает, что это еще одна возможность поддержать предпринимателей в столь непростое для них время. Свой день предприниматели стали отмечать относительно недавно, с 2007 года, и это один из самых молодых праздников в стране. Поздравляю коллег Абубакир Тамбиев, президент регионального отделения работодателей, Союз промышленников и предпринимателей Карачаева-Черкесии, отметил, что предпринимательство является основой экономики, и поэтому и на федеральном, и на региональном уровне принимаются все меры для обеспечения необходимых условий для поддержки предпринимательства. В Карачаево-Черкесской республике считаю, что самая благоприятная среда для развития предпринимательства. Все познается в сравнении. Вот если сравнивать с другими регионами Северного Кавказа, у нас всегда было спокойно, у нас не было никакого давления на предпринимательство, у нас есть, в общем-то, понимание, налаженная система взаимодействия бизнеса и власти. И эта поддержка для многих предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса, в условиях экономического кризиса оказалась весьма кстати и открыла перед ними новые возможности для самореализации. Лучшие представители бизнес-сообщества были отмечены наградами. Вручили их спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, министр экономического развития Алина Кухов и мэр Черкесии Алексей Баскаев. У нас общие задачи, мы их понимаем. Мы стараемся не увеличивать налоги, мы стараемся сделать какие-то законы, инвестиционный климат в республике создать. Стараемся какими-то мерами, пусть они, да, небольшие, но мы стараемся все-таки не применять какие-то максимально жесткие механизмы. Постоянно просим наших коллег, чтобы вот этот монитор, вот эта связь обратная с предпринимательством, с каждым предпринимателем, с каждым предприятием, чтобы у нас она была. И благодаря там Министерству экономики, правительству, мэрии города, эта работа, она у нас идет, налаживается и, поверьте, и в дальнейшем, учитывая те перспективы, которые сегодня открываются, я надеюсь, что все-таки разворот в сторону предпринимательства и льготного кредитования, и поддержки, он все-таки будет государством, наверное, правильно сделан. Особые слова благодарности были обращены к предпринимателям, внесшим вклад в экономику республики, занимающим активную гражданскую позицию и принимающим участие в благотворительных проектах. Сами предприниматели отметили важность такой моральной поддержки их стараний. С каждым днем все лучше и лучше развивается именно сфера предпринимательства. И те предприниматели, которые сегодня присутствуют здесь и получают такие высокие награды, это действительно заслуженные награды, и мы не можем не отметить таких вот замечательных людей, такие замечательные предприятия, и хотим, чтобы еще больше развивался этот сегмент. Поздравили предприниматели и артисты, подарили им свои лучшие концертные номера. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.